здравствуйте уважаемые подписчики зрители перед вами 5 килограммов переспевших помятых сладких персиков буду делать персиковый самогон или более красивое название персиковые бренди для начала я эти персики перемну в одну массу мыть конечно не буду чтобы сохранить дикие дрожжи то есть буду сбраживать на диких дрожжах персики я раздавил кашу и теперь чтобы увеличить выход самогона я добавлю сахара сделаю из одного килограмма сахара и 4 литров воды сироп и добавлю персиковую кашу сироп готов и теплый не горячий выливаю сироп к персикам накрываю тряпкой ставлю теплое место чтобы дрожжи дикие начали свою работу дабы улучшить брожение браги из персиков я приготовлю дрожжевую закваску диких дрожжей из малины для этого нам нужно стакан немытой малины немного сахара немного воды малины раздавливаю скалкой и добавляю сахар и воду накрываю марлечкой и ставлю в теплом месте на сутки двое до начала брожения прошло ровно два дня дикие дрожжи заработали как видно они заработали и персиковые браги и в малиновой закваски теперь все переливаю в родильную емкость и стали под водяной затвор добавляю емкость малиновую дрожжевую закваску отправляю теплое место на брожение прошло две недели я про персиковую брагу даже немножко подзабыл и вот и и попробовал но вкус она стала не сладкая немножко горчит скажем так на диких дрожжах брага немного непонятные то ли она бродит или она не бродит я ее решил пока профильтровать от мякоти отфильтровал я персиковую брагу вот у меня получилась мякоть жмек то есть это вот сама брага так конечно на вкус ну сладости нет ни с горчинкой и какая-то появилась резкость не кислота а именно резкость теперь я ее снова перелью в банку пусть и на день второй постоит выпадет осадок и потом уже буду перегонять прошло ровно три дня персиковая брага отстоялась снимает осадка и ставлю на первую перегонку итак брага на вкус хороший персиковый аромат очень хорошая первая перегонка закапал персиковый бренди и я реально подтверждаю аромат персика на кухне такой мягкий хороший четкий первый перегонку буду делать без отбора на фракции все в одну посуду после первого погона получилось чуть больше литра сейчас узнаю крепость и так крепость 45 добавляю литр воды и ставлю на вторую уже дробную перегонку вторая перегонка закапали первые капли начинаю отбор головных фракций как всегда на тихом медленном огне потихоньку отбираю примерно миллилитров 30-50 конечно ориентируясь как сюда по запаху отобрал голов больше чем даже 50 миллилитров ночной отбор средней фракции после второй перегонки я получил чуть больше полу литра отбирал до крепости 45 признаться честно я конечно ожидал больше думал будет около литра у меня персикового бренди но скорее всего видать дикие дрожжи не полностью отработали свое но узнаю крепость крепость примерно 60 разбавляю до 40 градусов дает стояться день-два и буду дегустировать начинаю долгожданную дегустацию персикового бренди и буду закусывать сырными шариками наливаю разбавил до 40 и дал три дня отдохнуть бренди так на запах ну запах просто шикарный чарует вот не поверите на пахнет именно настоящим свежим персиком которые сорваны только что с дерево не тем которые супермаркете пас массовый вот настоящим персиком такой сладостью запах просто мне поражает великолепный на вкус я в восторге подавляющий аромат персика от просто как будто бы выпил персиковые эссенции такой стойкий хороший вкусный классный аромат плюс мягко пьется вот чё-чё но мягкость поражает и также после вкусе есть сладимость не сладость такая сладимость еще одна рыночка этого чудного бренди ну запах же сказка нет даже намека на алкоголь вообще вот как будто бы вода сладкая с персиком супер сырный шарик пахнет интересный чеснок стружкой кокосовой прикольно сырную закуску советую попробовать потому что с кокосовая стружка вместе чесноком делать интересный необычайный вкус закуска быстрая легкая и вкусная все то что нужно по поводу производства бренди есть некоторые замечания я как говорил ожидал немножко больше но скорее всего здесь дикие дрожжи не до конца сработали так что делаем вывод можно попробовать спрашивать на других дрожжах это культурных винных или просто типа как сапли бюр но аромат компенсирует все классный спасибо уважаемые подписчики за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки и вступайте в группы всем пока до новых рецептов